Таким образом, после введения предикторов в модель, вариация зависимой переменной перераспределяется между вариацией внутригрупповой и вариацией между средними, межгрупповой. Соотнесение этих вариаций очень важно для понимания принципа работы регрессионных моделей. Действительно. Допустим, мы знаем, что у респондента значение предикторов 0.0. Не доверяет парламенту, не доверяет политикам. Мы предсказываем, должны предсказать по модели регрессионной, если она хорошая, значение 1 для всех респондентов с такими значениями предикторов. Будет ли это правильно для всех респондентов, относящихся к этой категории, к этому профилю? Таких респондентов у нас 1599. Давайте посмотрим на них в дата-файле. Я предварительно отсортировал данные по стране и двум предикторам. Итак, вот респонденты со значениями предикторов 0.0. Какие значения зависимой переменной у этих людей? Мы видим, что здесь есть значения от 0 до 7. Там, где 1 стоит, там прогноз будет абсолютно точный. Там, где 0, будет некоторое отклонение. Там, где стоит 7, будет очень большое отклонение прогнозируемого значения от реального значения. Вариация внутригрупповая – это зло для регрессии. Таким образом, чем меньше внутригрупповая вариация в каждом профиле, тем лучше. В идеале она должна быть 0, как для вот этих двух профилей 0, 0, 7, 8. Два профиля – они очень хороши для прогнозирования. Чтобы оценить, наши данные подходят для регрессионного моделирования или внутригрупповая вариация для многих профилей слишком велика, мы должны запустить дисперсионный анализ предварительно, перед регрессионным. Не вдаваясь в подробности этого метода, поскольку для этого есть отдельные видеорекомендации, мы идем в Analyze General Linear Model Univariate и помещаем зависимую переменную в окошко Dependent Variable и оба предиктора в окошко Fixed Factors. Разницу между этим окошком и вот этими я сейчас описывать не буду. Важно, что помещение предикторов именно в окошко Fixed Factors даст нам максимально возможную межгрупповую вариацию и минимально возможную внутригрупповую вариацию, на которой мы и будем ориентироваться, решая, можем мы строить регрессию или не можем. Продолжение следует...